здравствуйте мои дорогие друзья однажды в 2002 году я решила уволиться с предприятия где отработала буквально 20 лет полтора месяца не хватило до 20 лет платили нам там очень мало поэтому многие стали увольняться ну и я была не исключением решила тоже просто уйти несмотря на то что все штуки было 20 лет года на фабрике имени петра алексеева сейчас июнь но она существует как бы где-то ее куда-то в купам ну перевезли там я не знаю вообще что-то там ткани делают какие-то или нет но тем не менее она документально есть то есть то есть существует а вообще на ее месте там уже построили какие-то элитные вернее начали строительство элитных жилых домов жилого комплекса не довели до конца и уже много лет стоит пугает своим видом проезжающих мимо и прохожих где-то наверное несколько дней там наверное может быть неделечку я дома побыла естественно дома находиться тяжеловато морально может быть оно и так интересно дома было мне было тогда 42 года я еще была молодая трудоспособная то есть без работы сидеть было сложно поэтому мне приятельница посоветовала устроиться хотя бы временно пока у нас рядом там до сих пор существует центр соц обслуживания или цсо называется центр соц обеспечения как-то так головинский и вот она мне посоветовала год сходи туда узнай может понравится ну вот я и пошла меня взяли потому что туда молок в то время кто шел платили тоже мало маленькую зарплату но зато было прилично свободного времени то есть мои обязанности входило должность моя была соц работник мои обязанности входило купить продукты которые заказали мне бабушки одинокие которые стояли на состояли на учете адресно вот именно в нашем головинском цсо и разнести продукты бабушкам что они заказали то им купить и разнести ну и оплаты по счетам бабушек мне подобрали очень интеллигентных с ними было приятно работать я до сих пор вспоминаю о них только добрым словом и вот однажды уже проработав наверное полгода потому что летом я устроилась а зимой меня попросила соцработник с нашей с нашего участка попросила поработать за нее две недели так как она брала отпуск мы так и делали друг друга заменяли потому что бабушки некоторые были одинокие у них никого не было то есть ни детей ни внуков ни племянников может и были но просто как бы это все не афишировалась и и вот взяла я ее бабушек этой женщины соцработника она у нее допустим было их 12 6 она мне отдала 6 отдала другой женщине и бабушки у нее тоже были все покладистые все интеллигентные район который я обслуживала был ну раньше 80-е 60-х по 80-е этот район считался вообще элитным то есть это конаковский район от метро промежуток от метро водный стадион до метро речной вокзал рядом с парком дружбы тут же недалеко речной вокзал северного пароходства то есть тишина благодать и в основном там строили кооперативные дома различных институтов научно-исследовательских ну это в 60-е именно в 60-е в 50-е по-моему годы было и получали там ну то есть покупали там квартиры либо значит вот один дом был кооперативный театралов то есть там живут и до сих пор люди которые каким-то образом по-моему даже не один дом там их несколько домов которые каким-то образом причастны к театральной деятельности ну там бухгалтера даже там я уж не думаю что там гардеробщицы получали квартиры ну вот именно с хорошими должностями много я встречала там актеров Леня Голубков там живет живой он или нет я не знаю точно по-моему да вот он значит там живет я его частенько там встречала и много старых актеров я встречала там ну естественно уже в 90-е годы там в этом райончике уже поселился такой народ и бабушек потеснили и замуж за них выходили за этих бабушек фиктивно чтобы завладеть их жильем ну в общем там ужасно что творилось потому что район на самом деле тихий, спокойный парк рядом тоже пароходство как я вам говорила съездить отдохнуть на речном трамвайчике рядом буквально пешком пройти красота ну я не об этом я о том что однажды ну вот когда мне Инна передала своих бабушек я их с удовольствием обслуживала потому что бабушки были очень хорошие однажды я пришла к одной бабушке она была лежачая не сказать чтобы она совсем уж такая пожилая но у нее тяжелая форма ревматоидного артрита была тогда то есть она выглядела как ребенок вы знаете у нее все пальчики были перекручены господи не дай бог я такое увидела мне так ее было жалко но глазки у нее были такие умненькие с ней так интересно было беседовать у нее была сиделка Анастасия она русская но из Грузии всю жизнь прожила в Грузии как раз когда начались вот эти вот там всякие нехорошие дела то она переехала в Москву вместе с детьми а так как бабушка эта звали ее Нателла Амбаковна фамилия Нараушвили она родилась в Грузии ее мама вышла замуж за грузина она уехала тогда этот город назывался Тифлис впоследствии он стал называться Тбилиси и по сей день он называется Тбилиси очень красивый город я была там и вот хочу сказать познакомилась я с этой бабулечкой какая же эта прелестная женщина оказалась царствие небесное она умерла и вы знаете мы с ней сидели беседовали буквально часами потому что время у меня было времени свободного было много там же рядом за метро рынок бабушки предпочитали брать на рынке продукты потому что там было все-таки более свежее чем в магазине народу на рынках было очень много поэтому быстро все заканчивалось и быстро завозилось не успевала ничего пропасть рынок находился рядом поэтому я им покупала тут же разносила и у меня много свободного времени оставалось и для домашней работы и для погулять чтобы где-то прошвырнуться по городу и с детьми уроки сделать ну то есть в общем то времени свободного было много и вот мы с этой бабулечкой бывало по часу по полтора беседовали ей тоже очень нравилось Анастасия была рада потому что ей тоже одиноко было в этой двухкомнатной квартире в незнакомом городе и она была довольна что не целый день она с Нателой Амбаковной проводила что есть люди которые разбавляют ее время досугом это конечно не назовешь потому что ухаживать за больным человеком это большой труд и вот однажды за такой беседой мы как-то разговорились с Нателой Амбаковной и она вдруг мне поведала о том что ее дедушка оказывается был в свое время очень известным актером который играл с Качаловым играл причем только Гамлетов вернее только шекспировские роли он был актером характерным спросила она у меня знаю ли я его я его не знала к своему стыду я думаю что многие из вас его не знают это наверное только заядлые театралы возможно что-то о нем слышали родился он в 1864 году и умер в 45 звали его Николай Петрович Россов Россов это псевдоним фамилия настоящая его была Пашутин родился он в нет подождите в Воронеже не в самом Воронеже а вот именно область или как там уезды назывались раньше в те времена и с детства мечтал бы быть актером ему очень хотелось быть актером родители были бедные они конечно не понимали его рвение и всячески отдали его куда-то там работать трудиться а нет он закончил лицей потом значит они думали что он будет возможно каким-то там ну по их мнению чиновником там или еще кем-нибудь но он уехал в Питер и просился там значит у царя просился на должность актера ну там в придбор придборного что ли театра какого-то я точно не помню я рассказываю со слов правда я читала его биографию но прочитать вам если вам интересно будет вы прочитайте в общем вот считайте из низов раньше вот как люди выходили я просто была восторжена когда узнала о его биографии он из простых от простых людей просто вот мама с папой у него были простые люди и он исполнил свою мечту мечту он добился он стал актером причем играл очень хорошо его заметили в пензенском театре в пензе тогда было пенза это был театральный нет подождите я могу спутать может в псковском я такой рассказчик честно говоря ну кому интересно почитайте его биографию он есть его можно найти если забить в поисковике розцев с двумя с николай петрович вот и в общем значит его там заметили потом значит каким-то образом он уже попал в московский театр играл он в художественном театре в малом театре это который рядом с цумом он там играл с качаловым вместе гам я говорила уже что он играл гамлета и ко всему прочему он был настолько образован получил хорошее образование впоследствии он стал критиком театральным он делал переводы он сам выучил английский язык он в 20 веке он был первым кто перевел гамлета вот это о чем-то говорит я просто вот я говорю я таких людей мне очень интересны такие люди мне интересно о них узнать как что сама я не смогла конечно ничего для себя сделать в свое время но тем не менее может быть желания такого не было да я и не мечтала ни о чем у меня таких великих мечт не было к сожалению вот но я восхищена теми людьми которые смогли себя воплотить в этой жизни у него было две дочери одна из них пошла по его стопам и тоже стала актрисой Россова Людмила Николаевна она играла на Сахалине пока не закрыли театр театр почему-то в 60-х годах закрыли из-за того что он требовал большого финансирования и она открыла свой театр любительский за что получила очень много грамот играла она тоже характерная роль тоже ее можно найти в интернете во время войны она выезжала на фронт и играла там ну так вот вот этот Николай Петрович Россов не принял революцию надо сказать если Качалов играл продолжал играть ну и советские советские спектакли то Россов категорически отказался от этого но несмотря ни на что в 26-м году ему дали заслуженного артиста РСФСР или Советского Союза опять могу ошибиться ну в общем дали ему заслуженного артиста он сколотил свою труппу и ездил по городам и весям нашей необъятной родины с шекспировскими спектаклями то есть он не отказался от своего пристрастия к Шекспиру играл Гамлета играл Отелло и много других Короля Лира и много других ролей именно шекспировских много сделал переводов много написал статей я читала его у него большая библиотека была причем он писал такие красивые стихи они были изданы вы знаете вот я хочу сказать как-то вот даже порой бывает странно все же таки советская власть вот он Мейрхольд ему кстати помог в Малый Театр перейти устроиться туда и вот как так много людей пропадало много в лагерях сгнило людей тот же Мейрхольд его могила на Ваганьковском кладбище но там его нет это сто процентов там его нет неизвестно где было захоронено его тело наверное где-то в братской могиле в лагерях Сибири или где там на севере где у нас тоже кстати вот на Урале в Свердловске если Екатеринбург ехать то там сейчас мемориал выстроен а раньше там были сосны росли прям в линеечку я все время думала как же так они высажены прям ровненько ровненько молодые сосны то есть ну где-то метра два вот так вот сейчас они конечно очень высокие оказывается это было это было брат оказывается это братские захоронения расстрелянных политических заключенных да вот такое причем территория огромнейшая вот столько погибало народу и вот Россов остался жив и трудился работал ездил по городам ну правда все ж таки конец-то был все ж таки труп его закрыли запретили ему ездить по театрам но он занялся преподавательской деятельностью критикой в общем безработанно тыла она давала мне читать книги его стихи потом значит подруга их семьи писала очень интересно о них потому что у них собирались интересные люди дома я много прочитала интересного про этого человека и просто как бы вот он мне очень импонировал во время войны они жили очень бедно кушать было нечего но на на таламбак она говорит возможно я заработала это заболевание потому что в бородино ездила рыть окопы молодая тогда была даже не за хлеб просто на чистом энтузиазме молодая была вся застудилась простудилась возможно к ней вот эта болезнь не прилипла тяжелая и вот однажды я приболела что-то у меня был какой-то сильный кашель бронхит или грипп что-то такое я пришла уже начиная заболевать к ним последний раз тогда и ну не в последний раз а вот перед больничным и заболела потом я обзвонила всех своих подопечных что не смогу прийти чтобы не разносить заразу я оставалась дома наверное неделю я лечилась ну то есть я не брала ни больничный ничего просто дома сама отлежалась лечилась потом когда я вышла на работу бабушек всех пронесло моих все нормально Анателла Амбаковна моя заболела у нее началась пневмония она была лежачая видимо от меня она заразилась бедняжка приходили к ней врачи там делали уколы но это ей не помогло однажды вернее я предварительно их обзванивала звоню я Настя взяла трубку Анастасия взяла трубку и сказала что Нателла Амбаковна умерла вы знаете как мне было горько и больно у меня оставались ее книги дневники мамы ее оставались как мне было больно что ее не стало возможно даже по моей причине я ее наверное заразила но мне надо было все равно отдать деньги там у меня оставались деньги у людей я их держала отдельно поэтому поэтому у меня все как бы было ну как бы подсчитано все и мне нужно было я Анастасия сказала я все равно вам к вам приду мне нужно передать вам литературе она сказала не надо не приходить потому я говорю у меня литература осталась мне неудобно забирать эти книги тем более что она говорила что все дедушкины мамины книги она передаст в художественный театр в музей я пришла к ней ну Анастасия согласилась естественно я к ней пришла к Анастасии ну особого особой горечи я у нее не увидела конечно для нее Наталья Ломбаковна была тяжелым человеком ну в том плане что она больная ей трудно было и она даже почувствовала какое-то облегчение и я так поняла что она работала за квартиру квартира двухкомнатная в элитном районе ну да бог с ним потому что я знаю что тяжело за больными ухаживать я не к этому и вот она мне рассказала многое о ней показала вот этот эту библиотеку николая петровича вы знаете книги много книг очень было сожжено во время войны потому что топить нечем было они там жгли мебель и книги сами он не сжигал он сжигал обложки потом правда он это все как бы восстанавливал но уже это было не то конечно тоже современные были книжки обложки это просто вы знаете в букинисте я таких даже не встречала ну в общем приехали потом люди мы с Анастасией потом созванивались долгое время она мне сказала участок на котором захоронена Наталья Ламбаковна я все время собиралась сходить ее навестить потому что мы с ней очень подружились я ее полюбила как тетю свою уж не буду говорить что как маму как свою тетю мама моя тоже без родственников она во время войны потеряла родственников она эвакуированная на Урал то есть на Урале она не родилась она во время войны сюда попала так и осталась здесь жить и не хочет уезжать отсюда как ни странно ну вот рассказала я вам немного о судьбе человека актера нашего российского русского актера о человеке талантливом мне очень хотелось чтобы о нем узнали как можно больше людей поэтому я и решила рассказать вам в этом видео о россове николая петровичи спасибо вам огромное за то что выслушали меня за то что заходите ко мне на канал мне очень приятно делиться своими воспоминаниями своими впечатлениями с вами всего вам доброго до конца до конца до конца Продолжение следует...